Итак, наш вечер, главный вечер, ради которого 10 лет. И вручение аттестатов о среднем общем образовании объявляю. Встречает 1 сентября новых учеников и вас, 11-классников. И когда вы уходите из тем, что дозвучит государственный ген, когда встречает 1 сентября новых учеников и вас, 11-классников, и когда вы уходите из тем школы, потому что вы уходите еще с одним документом. Пока вы живете в школе, вы получаете свой государственный паспорт, а теперь вы получаете государственный аттестат об образовании. И первые слова предоставляются директору учебно-воспитательного комплекса номер 1874, отличнику образования России, отличнику просвещения, старшим преподавателю высшей категории, учителю-методисту, князевой Татьяне Александровне. Уважаемые родители, дорогие мои коллеги, гости, дорогие, любимые наши дети. Вот и наступил наш общий праздник, и мне от всего сердца хочется поздравить вас и нас всех вместе с нашим замечательным праздником, которому шли с вами вместе 10 лет. 10 лет тому назад ваши родители, маленьких, ничего не умеющих, робких, плачущих, привели к нам на школьный двор и доверили нам самое главное, самое дорогое, самое ценное, что есть у родителей, это своих детей. Они нам поверили, за что большое вам спасибо, низкий вам за это поклон, за то, что вы не повели детей в другую школу, а отдали в наши руки. И вместе с вами мы 10 лет занимались обучением, воспитанием наших замечательных, прекрасных, таких красивых ребят. Дорогие родители, я вам очень благодарна за то, что вы нас понимали все эти 10 лет, за то, что вы нас поддерживали. Мы всегда чувствовали, что вы разделяете наши трудности. Когда у нас были пожары, а мы пережили с вами их два. Когда у нас были повышенные уровни ртути, вы помогали, приходили, хотя даже мы порой и не звали вас. Большое вам спасибо за это. Вы понимаете, что нам трудно и всегда прощаете нам какие-то ошибки, которые мы, конечно, тоже за 10 лет допускали. Спасибо вам за это. Я хочу пожелать вам, чтобы ваши дети поняли, что самое дорогое, что есть у каждого человека, это родители. О них всегда нужно помнить, им всегда нужно уделять внимание. Я думаю, что наши дети именно такие. Милые, дорогие коллеги, низкий вам поклон за то, что каждый день вы отдаете частичку тепла, своего сердца, своего ума. Я понимаю, как вам сейчас всем тяжело, я сама не первый год выпускаю. Я знаю, что отрываешь от себя часть, уносишь, и вы уносите, и мы уносим, частичку вы нас, а мы вас. Большое вам спасибо, огромной вам любви, счастья, семейного, личного и большого-большого творчества. Творческой дороги, которая вас ведет вперед. Дорогие наши ребята, трудно мне сегодня говорить, потому что среди вас дети, которых я учила 5 лет. Я не просто как директор сейчас говорю, а как учитель, который жил с вами 5 лет, учился от вас. Вы меня многому научили, я вам очень благодарна. Мне очень хочется, чтобы вы в наше тяжелое время, в которое оканчиваете школу, не потеряли себя. Это очень трудно. Даже мы, взрослые, иногда теряемся, не знаем, как поступить в этой сложной жизни. Но нам очень хочется, чтобы вы выбрали из множества дорог, которые сегодня перед вами открылись, ту самую единственную вашу, которая приведет вас к той профессии, которая будет вам давать не только материальные блага для жизни, но и духовность вы получите там. Вы проявите свое творчество. Вы с удовольствием будете ходить на работу, так как мои коллеги это делают в течение многих лет. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас приобрел свою вторую половину. Чтобы у вас была огромная любовь, чистая, светлая, постоянная. Чтобы вы всегда знали, что вам с удовольствием хочется идти утром на работу и вечером возвращаться в теплый очаг. Чтобы вас там ждали, любили. Но это возможно только тогда, когда сами вы будете добрыми, отзывчивыми, такими порядочными, которыми нам очень хотелось вас воспитать. Мы всегда гордимся своими учениками и говорим, что наши самые лучшие. И это действительно так. Вы наша надежда, вы наша опора, вы будущее нашей страны. Нет государства, если нет хорошей молодежи. И мы выпускаем сегодня достойных людей, которые будут творить наше будущее. ...слова, сколько переведены в следующий класс, а сколько остались. Приказ. Итак, слово для зачтения приказа предоставляется первому заместительству. Мне очень хочется, чтобы вы запомнили. Вы начинаете летпись нашего нового учебного учреждения. Мы теперь не школа 161, мы учебно-воспитательный комплекс. И этот отсчет начинается с вас. Мне очень хочется, чтобы вам запомнился этот день, запомнилась школа, чтобы вы простили наши ошибки, так же, как мы всегда прощали вам ваши ошибки. И чтобы в память его унесли самое светлое, самые приятные воспоминания о тех годах, лучших годах. И каждый из родителей знает, что школьные годы – это лучшие годы у каждого из нас. И самое главное, чтобы вы унесли дружбу из этих стен. Чтобы друзья, которые приобретены были за эти 10 лет, оставались по жизни друзьями. Это очень важно. Найти хорошего друга очень трудно. Но для этого нужно быть самому требовательным к себе, порядочным к человеку. И не терять то, что сейчас становится дефицитом в нашем обществе – доброту, отзывчивость. Помогите рядом находящемуся. И я думаю, что вы именно так и будете поступать. Дорогие ребята, удачи вам, счастья. И мы вас всегда ждем в нашей школе. Теперь вы помните, каждый год на итоговой линейке вам читали приказ. И в этом приказе всегда звучали слова. Сколько переведены в следующий класс, а сколько остались. Приказ, который подведет черту вашей школьной жизни. Официальный урокам, занятиям. И покажет, с какими итогами каждый вышел. А потом начнется праздник. Итак, слово для зачтения приказа предоставляется первому заместителю директора учебно-воспитательного комплекса, отличника образования России, учителю высшей категории, Полянской Кире Сергеевне. Дорогие ребята, дорогие родители, разрешите присоединиться к тем добрым словам, которые сказала Татьяна Александровна. Пожелать вам всего самого сверху в вашей дальнейшей жизни. Самых больших удач. Их разрешите зачитать приказ. Приказ об окончании учащегося в полной средней школы. Считать окончившими полный курс средней школы 82 выпускника. Из них один человек с серебряной медалью, 4 человека с отличными аттестатами и 36 человек с аттестатами «Хорошо и отлично». В связи с завершением курса полной средней школы и за большую творческую работу с выпускниками 11 класса объявить благодарность заместителям директора БУДС Галине Филипповне, Полянской Кире Сергеевне, Бурмистровой Елене Владимировне. За большую воспитательную работу с выпускниками 11 класса объявить благодарность классным руководителям 11 класса Павловой Карине Ивановне, Филиппович Ирине Сергеевне, Городковой Розарь Николаевне. За отличное и хорошее качество обучения и воспитания учащихся в выпускных классах объявить благодарность следующим учителям Хаустовой Лидии Григорьевне, Савичу Ольги Анальевне, Аркулии Севенкову, Михаилу Матоновне средней школы. И за большую творческую работу с выпускниками 11 класса объявить благодарность заместителям директора БУДС Галине Филипповне, Бурмистровой Елене Владимировне, Бурмистровой Елене Владимировне. За большую воспитательную работу Павловой Филиппе Леонидовне, Ардеевой Маргарине Константиновне, Мартыновой Филипповне Ивановне, Мирсу Зартилини Стенаревне. Постал bezorgetler, Бурмистровне, 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 Агилос in Нав Truth, Агилос in Павлове, Агилос век 그 семье, Кальным Александром, И их казакожем его в югерски. Сaponutsk count,enskakata Geshe twithety. Справочу переговоров с учением и воспитания учительства. А Глива, врачер, сааги, родители, которые были в Севере, врачи, врачи, родители, 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 родители. и вручить аттестат в серебряной медали Марченко Елененко. За отличную учебу объявить благодарность и вручить аттестат в серебряной медали Марченко Елененко. За хорошую учебу объявить благодарность бухгалтерам, секретарей, референдам. Итак, Башко Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ Клименко Александр. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛАЗО ЮЛИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ САШЕ МИКРОФОНСКИ РОКОВЫЙ АРИНЕ РОКОВЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ РОКОВЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ РОКОВЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ РОКОВЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ РОКОВЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ ЖУРАВЛЁВЫЙ ЕЛЕНИ АПЛОДИСМЕНТЫ ГАСПОРЯН АРАРАТУ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛОЖКИНЫЙ НАДЕЖДЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Полуэктовые гольки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СИБУЛИНЫЙ ВЕРИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИРИНСКИВЫЙ ИРИНИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БАЛИКЕРПЫЙ ЕЛЕНИ АПЛОДИСМЕНТЫ Подстрешному Константину Кузьминкову Александру Кузнецовой Юлии Кузьмин Натальев Корыванова и Светлани Корыванова и Светлани Гибр-Стянь Дунаеву Алексею Буси Васильеву и Светлани Василенкову и Светлани АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Андриановой Елене АПЛОДИСМЕНТЫ Мещенко Юрий АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мусины Альбертовы. Маргарем Альбертов. Абрамовой Смитлане. Мусины Альбертов. Так, ну а теперь, ребятки, вернёмся снова к 11-му А. Вручим аттестаты и опять-таки дипломы о получении квалификации. Так, Романова и Юлия. Мусаеву Мурату. Мусины Альбертовцы. Буря, 5 из 100 есть? Ерминову Николаю. Фикс Васильевич. Мишина Еленев. 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 Мишина. Мишина Еленев. 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 Мишина. Мишина Еленев. Мишина Еленев. Мишина Еленев. Мишина Еленев. Мишина Еленев. Мишина Еленев.